В четырех пробирках прозрачные жидкости. Задача найти среди них кислоту. Такое задание в практической части школьной олимпиады по химии в Рязанском медуниверситете. Конечно, задания мы сделали первый раз очень такие простые, потому что мы не знали подготовку участников олимпиады. Наше задание какое было. Мы из четырех пробирок, они должны были угадать, где находится кислота и потом ее отцитровать. В школьной олимпиаде по химии принимают участие 97 человек из разных регионов России. Московский, Тульский, Воронежский, Ростовский и другие. Здесь не только ребята пробуют свои силы и знания предмета, но и преподаватели присматриваются к будущим абитуриентам. Эта олимпиада помогает нам отобрать, ну, наверное, одних из лучших абитуриентов для поступления в наш вуз. Опыт этот у нас первый, но надеюсь, что дальше все будет проходить гораздо лучше, спокойнее. Хотя вот мне, например, понравилось так, как все было организовано. Ученики из разных школ и городов приехали испытать себя и заработать дополнительные баллы для поступления. Организация меня порадовала. Дело в том, что я был на некоторых других олимпиадах и не было такой отдачи от людей, которые ее организовывают. Здесь я увидел именно отдачу, именно желание, чтобы участники потом к ним поступали. У меня возникло огромное желание испробовать себя, попробовать свои возможности в чем-то новом, учитывая, что я очень сильно люблю химию. Вот, я решила попробовать себя в олимпиаде в Рязанском медуниверситете, потому что сюда хотелось бы поступать потом и посмотреть вообще, что я могу. Это хороший опыт. Хотелось, ну, опробовать свои знания, ну и, конечно, заработать баллы для поступления. Завершающий этап олимпиады проходит два тура, теоретический и практический. В первом было шесть заданий, и на решение их давалось три часа. Участники справились за 40 минут. Далее идет часть практическая. За теорию дается 60 баллов, за практику – 40. Победители, призеры, участники заключительного этапа все будут получать дополнительные баллы в качестве индивидуальных достижений при зачислении в другом университете. Если это участники заключительного этапа, мы будем дополнительным баллом ЕГЭ начислять по одному баллу. Если это будут победители, то мы им начисляем три балла, призерам два балла. Будущему врачу необходимо знать такой важный предмет, как химия, уверяют специалисты Рязанского медицинского университета. Проблема в том, говорят они, что во многих школах к практической части относятся халатно. Поэтому специалисты Рязанского медуниверситета проводят подобные олимпиады, а также ведут и кружки для школьников, где практической части уделяют немалое внимание. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».